Вот паспорт. Ой, господи, ой, господи. Ваш. Я вас поздравляю. Господи, это получается. Ой, какой чай. Спасибо. Вы сильно не расстраивайтесь, он ваш. Он действительно российский, и тот паспорт, который вы получали, и той стране, которой вы служили, которую защищали. Так что вам большое спасибо. Спасибо. Елизавета Ивановна не может сдержать слез. Она родилась в Малоге. Так сложилось, что еще в советское время переехала на Украину, жила на Донбассе. Когда Советский Союз развалился, Елизавета Задорожная стала гражданкой суверенной Украины. И вот спустя годы новый поворот. 92-летняя женщина никак не думала, что вслед за Великой Отечественной в ее жизни будет еще одна война. Ужасы гражданской войны на юге-востоке Украины привели ее обратно на малую родину. Так что добро пожаловать домой. Удачи вам. Спасибо. Сегодня Елизавета Задорожная получила не только российский паспорт, но и юбилейную медаль к 70-летию Победы. Мы заслужили. Наша часть ходила в состав действующей армии. Вот, я знаю. Самое главное интересное, закончили в Вене. Вы свои. В Праге. В Праге войну, а в Вене вы служили. Поздравив ветерана, губернатор оценил подготовку Рыбинска к юбилею. В частности, проверил ход реставрационных работ на Вечном огне и Мемориале воинской славы. Я участвовал в открытии этого обелиска. И мне очень приятно, что сегодня он приводится в хорошее состояние, получает новое звучание. Я буду уверен, что место это будет пользоваться уважением Рыбинцев. Тепловой модуль здесь уже снят. Облицовка гранитом закончена. Установлена звезда, обрамляющая Вечный огонь. Все основные работы на Мемориале, расположенном на Аллее славы, уже завершены. Осталось только уложить тротуарную плитку. Вот таких красных кирпичиков осталось совсем немного. Строители пообещали к концу апреля завершить эти работы. Тогда же планируется убрать ограждение и привести территорию в порядок. 7 мая в Рыбинске состоится знаковое событие. Вечный огонь в память о павших ради Великой Победы будет зажжен вновь. Ольга Хромова, Владимир Выдумлев. День в событиях.